Юрий Чурсин Дебют в кино у Юрия случился в 1999 году. Он сыграл эпизодическую роль в сериале «Простые истины». После этого он появлялся в небольших ролях в таких проектах, как «Неудача Пуаро», «Клоунов не убивают», «Авантюристка». Популярность и слава пришла к нему тогда, когда актер сыграл основную роль в сериале «Хиромант». После этого проекты актера стали узнавать на улицах, а режиссера заваливали успешными предложениями. Сериал был так успешен среди зрителей и кинокритиков, что в 2008 году создатели решили выпустить второй сезон «Хиромант 2». После этого сериала успех был настолько большой, что актер стал буквально ночевать на съемочных площадках и был завален новыми предложениями. В 2006 году Чурсин снялся сразу в двух главных ролях. В драме Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», он сыграл Валентина, а он умеет создавать образы странных героев. Сюжет фильма прост. Три истории преступлений, где следственная группа ведет съемки на камеру совершенных преступлений. Герой Юрия работает, изображая жертв преступлений, и сыграл он свою роль на грани гениальности, по моему мнению. Войдя в свою роль, молодой человек явно переходит какие, то дозволенные грани. То, что у него явно переизбыток творческого потенциала, зритель поймет уже с первых минут. А в фильме «Игра в шендай», он играет журналиста Ника. В фильме, компания, собравшаяся на вечеринку в загородном доме, намерена развести на деньги специально приглашенного олигарха. Его знакомят с юной красоткой, чтобы был податливее, и кто же мог предположить, что именно молодые и, казалось бы, циничные ребята окажутся, намного честнее и благороднее взрослых. А игра в шендай, старинная японская забава, станет для собравшихся не столько развлечением, сколько способом выяснить запутанные отношения между собой. Вскоре последовала очередная работа с Кириллом Серебренниковым, в новелле «Поцелуй креветки» из киноальмонаха «Короткое замыкание». Юрий исполнил роль человека, работающего ресторанным зазывалой в костюме моллюска. Фильм был представлен на кинофестивале «Кинотавр». В 2007 году фильмография артиста пополнилась ролью в ленте «Запах жизни». Это жесткая история любовного треугольника, но не просто измены. Здесь любовь сосуществует рядом со смертью, а реальная жизнь переплетается с мистикой. И нужно еще разобраться, где происходящее, реальность, а где – лишь плод фантазии главного героя. Молодой человек, постоянно находится на грани между жизнью и смертью, любовью и дружбой, моралью и безнравственностью. Бесконечно мучительный выбор. В 2008 году Чурсин предстал перед поклонниками в роли Лермонтова в сериале «Из пламя света». На мой взгляд, попадание в образ идеальное. В сериале идет рассказ о двух последних месяцах жизни поэта, но при этом делаются экскурсы в другие периоды жизни. Рождение, трагические события в семье, любовь, учеба, появление друзей, тюрьма. Ссылка. «Побег» – российская версия американского сериала, еще одна работа артиста. Главная роль в картине удалась актеру, а поклонники сравнили россиянина с Вентвартом Миллером, который сыграл Майкла Скофилда в оригинальной драме. В фильме артист поразил публику сплошной татуировкой, которая появилась на его теле. По сюжету именно в ней был скрыт план перемещения, по тюрьме при побеге. Тату была сделана специально для проекта, хотя в реальной жизни у актера нет никаких изображений. Юрий считает, что любые рисунки, набитые на коже, меняют судьбу человека. К внешнему виду своих героев Чурсин относится с особой трепетностью. Костюмерам актер известен привычкой использовать в гардеробе персонажа какую-либо собственную вещь. По словам артиста, ему это помогает скрыть те актерские приемы, которыми он пользуется для воссоздания образа. Еще одной знаковой работой стала роль главного героя, Дмитрия Горюнова, в «Детективе химик», сюжет которого был основан на реальных событиях. Помимо Юрия, в телефильме также снялись Егор Бероев, Игорь Костолевский, Юрий Беляев и другие. В фильме «Молодой химик» изобрел оружие массового поражения и не только «Золотая голова». Его творения в нашей стране оказались не нужны. В гонке за деньгами юный гений превращается из гения в террориста. Сериал недолгий, всего восемь серий, смотрится на одном дыхании. В фильме и любовь, и ненависть, и жажда наживы, в том числе на жизнях других людей. В то же время были запущены съемки проекта «Мазгас», в котором Чурсин перевоплотился в главного подозреваемого, художника Стаса Шелеста. В картине блестяще сыграли Андрей Смоляков, Марина Александрова, Максим Матвеев, Светлана Хаченкова, Агния Кузнецова. Позднее в образе героя Шелеста актер, появился в фильмах цикла, которые получили название «Палач», «Паук» и другие. Не менее значимыми для кинокарьеры артиста стали фильмы «Схватка» и «Доктор смерть». А в 2015 году на экраны вышла военная картина «Молодая гвардия», в которой Чурсин исполнил роль Ивана Туркенича. В киноленте также появились Никита Тезин, Катерина Шпица, Вячеслав Чепурченко, Ирина Горбачева, Юрий Борисов. Чурсин одинаково точно и талантливо передает характер положительных и отрицательных героев. Актер надеется, что когда-нибудь ему посчастливится сыграть доктора Живаго. Артист делает успехи, также осваивая и другие профессии во время съемок. Однажды он сумел заменить каскадеров. Известно, что при создании фильма «Степные волки» дублер, исполнявший роль водителя, сломал руку. В следующем дубле актеру пришлось брать инициативу на себя. Несмотря на отсутствие опыта, Юрий выполнил трюк самостоятельно, и сцену сняли без происшествий. 2016 год стал удачным для актера. Молодой человек поучаствовал в съемках фильмов «Карина красная», «Черная кошка». Юрий также сыграл в телесериале «Вы все меня бесите», который уже полюбился зрителям. Сегодня портфолио Чурсина состоит из десятков ролей. Артист продолжает участвовать в съемках фильмов и сериалов, но уже стал избирательнее в выборе картин, в которых хотел бы появиться. Несмотря на огромный послужной список, мужчина мечтает, чтобы в фильмографии числились сотни работ. Кроме того, артист готов сняться в интересных эпизодах, в художественных и анимационных фильмах, озвучить мультфильм «Мечта российского актера». В 2018 году публике был представлен проект «Проклятие спящих», в котором Чурсин исполнил главную роль. Это мистический триллер, в котором речь пошла об уникальной коллекции картин. В каждом полотне вместе с изображением людей заключены их души. В погоне за работами мастера погибает художник. Для создания фильма на одной площадке собрались именитые исполнители София Каштанова и Евгений Стычкин, Анастасия Заворотнюк. В этом же году с участием Юрия вышли картины «Динозавры за гранью реальности». В украинском 10-серийном детективе «Фантом Юрию» достался главный персонаж Павла Алпатова, успешного воротила в сфере фармацевтического бизнеса. Также главные роли сыграли Павел Майков, сосед по больничной палате, и Тимофей Трибунцев, оперативник Стас Красивцев. В 2020 году состоялась премьера второго сезона драмы «Содержанки». Юрию досталась роль пластического хирурга Филиппа Краснова. По мнению актера, общество не видит ничего постыдного в галдигершах, поскольку современные люди частично утратили как культуру, так и чувство стыда. Интересно, что соглашаясь на съемки, Чурсин даже не видел первого сезона сериала, но резонанс вокруг проекта, по мнению артиста, лучше всего доказывает, что он живой, а это главный критерий Юрия при выборе роли. В марте 2021 года первый канал представил внимание зрителей, многосерийный историко-драматический телевизионный художественный фильм «Угрюм река», в котором Чурсин перевоплотился в главного инженера Андрея Протасова. Следом вышел третий сезон «Содержанок» с участием актера. Вместе с Дарьей Мороз Чурсин также предстал в сериале «Клиника счастья». В интервью Чурсин однажды поделился, что для съемок тщательно подбирает образ и нередко просит оценить свой внешний вид ценовей. Однако не во всех проектах у исполнителя была подобная свобода. К примеру, в сериале «Собор подготовка образов и декораций» стала поистине кропотливым процессом для создателей. В результате зритель смог увидеть картинку, максимально приближенную к реальной. Сюжет затронул эпоху Петровских реформ. Режиссер Сергей Гинсбург продемонстрировал, как из-за преобразований менялся уклад жизни людей. В 2022 году Юрия можно будет увидеть в главной роли в фильмах «Русская жена» и «Чайки». Не забывайте подписываться на канал «Аллея звезд», чтобы быть в курсе самых интересных событий из жизни артистов. Субтитры создавал DimaTorzok